Герцогиня Кембриджская на днях посетила музей естествознания в Лондоне, покровительством которого занимается с 2013 года. Поводом для официального визита стала встреча Кейт Мидлтон с местными школьниками. На этот раз классическому стилю в одежде герцогиня предпочла стиль Кейт была одета в синие укороченные джинсы, белый топ Ральф Лорен и блейзер лососевого цвета от Клоуи. По сообщению инсайдеров, в этом образе герцогиня чувствовала себя уверенно и комфортно. Как правило, стильная мать троих детей выбирает сдержанные наряды и выходит в свет в основном в платьях-футлярах ниже колен из натуральных тканей, отдавая предпочтение классике. В стильном образе Кейт Мидлтон герцогиню возможно увидеть крайне редко. Кейт завершила образ своими любимыми кроссовками Вея, а также аксессуарами, золотым ожерельем от Даниэла Дрейпер и изящными золотыми серьгами-обручами. Как отметили в окружении Кейт, самая стильная женщина Соединенного Королевства выбрала подходящий образ для встречи с детьми, чтобы заняться рукоделием и попробовать местный мед в саду Музея естествознания в Лондоне. Принцесса Беатрис решила отомстить Меган Маркл и принцу Гарри за нанесенную имя обиду. Как известно, старшая дочь принца Эндрю хотела назвать своего первенца, который в скором времени появится на свет, домашним именем Елизаветы II. Беатрис разрыдалась, когда узнала, что Меган и Гарри назвали дочь Лилибет. И не без причины. Все знали, что принцесса планировала с самого детства называть свою дочь Лили в честь бабушки. Теперь эта мечта разлетелась в клочья, и она убита горем, цитировала слова источника издания New Idea. Пока неизвестно, кто родится у Беатрис, мальчик или девочка. Однако сама принцесса Йоркская в глубине души уверена, что у нее будет дочка. По сообщениям инсайдеров, именно Беатрис сыграла одну из ключевых ролей в решении принца Чарльза лишить детей принца Гарри и Меган Маркл высоких титулов. Сама же принцесса может спать спокойно, даже если ее новорожденному ребенку не достанется британский королевский титул, он получит графский итальянский. Родственники супруга Беатрис, Эдаарда Мапелли-Моцц, являются представителями итальянского дворянства. Поэтому после рождения малыш в любом случае будет титулован. Мальчик станет графом, а девочка на Балдона. Конечно же, это прекрасная возможность лишний раз уколоть герцога и герцогиню сосекских и отомстить им за кражу имени Лилибетта. Меган Маркл дала свое первое интервью после нашумевшей беседы с американской телеведущей Опрой Уинфри, которую все обсуждали в начале марта этого года. Во время беременности герцогиня сосекская пришла на радиостанцию NPR, чтобы рассказать о своей первой книге «Скамейка», которую она написала для мужа и сына. Напомним, книга вышла в продажу 8 июня. В беседе с ведущей шоу «Саманты и Балабан» Меган Маркл выразила надежду, что любая семья увидит на страницах книги свое отражение. Надеюсь, что любой ребенок или любая семья сможет открыть эту книгу и увидеть себя в ней, будь точки и веснушки, другая форма тела, другая этническая принадлежность или религия. Эта история, которую я написала для своего мужа и сына, действительно могла бы стать и вашей историей. Меган рассказала, что на создание своей книги ее вдохновило стихотворение, которое она написала своему мужу-принцу Гарри еще в 2019 году, вскоре после рождения сына Арчи. Также она добавила, что мальчик уже несколько раз просил ему перечитать книгу мамы. Арчи любит эту книгу. Он вообще очень жадный до книг. Всегда, когда мы читаем ему, он говорит «еще и еще». А теперь мы можем ему сказать, что мама написала книгу специально для него. Также Меган раскрыла один из секретов книги. В ней зашифрованы послания и отсылки к их с принцем Гарри семье. Если покопаться, то в книге можно найти много личных моментов, которые мы там спрятали, от моих любимых цветов до любимых цветов мамы моего мужа. Напомним, 4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями. У супругов родилась дочь Лилибет Диана Маунт-Беттен-Виндзор. Малышка стала одиннадцатой правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт Мидлтон и принца Уильяма. Герцог и герцогини Кембриджские поздравили родственников с пополнением в семействе уже спустя пару часов после появления новости. Мы все в восторге от радостной новости о появлении на свет Лили. Наше поздравление Гарри, Меган и Арчи, гласит подпись под черно-белым фото беременной Меган и Гарри с сыном Арчи на руках. Слухи о второй беременности Меган появились еще в декабре. Только в день святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка. А 7 марта они дали скандальное интервью американской телеведущей Априлы. 20 июня в эфире АС-Радио было выпущено первое интервью Меган Маркл после скандальных откровений у Опры Уинфри. Темой беседы стала детская книга-скамейка «The Bench». Герцогиня Сосекская призналась, что самый главный поклонник этого литературного произведения – ее двухлетний сын Арчи. Стоит отметить, что интервью для программы NPR Weekend было записано до появления на свет дочери Меган Маркл и принца Гарри – малышке Лилибет Дианы. Герцогиня Сосекская также призналась, что подарила своему мужу скамейку с памятной табличкой на день отца и была вдохновлена на написание стихотворения, когда увидела, как принц Гарри нянчится с маленьким Арчи в саду. Скамейка возглавила список бестселлеров New York Times среди детских книжек с картинками, а вот Великобритания ее приняли прохладно. С момента выхода в свет 8 июня было продано всего 3212 экземпляров. Англичане предпочли литературным экспериментом Меган Маркл книгу-фотографии Кейт Милтон Холдстилл «A Portrait of Our Nation in 2020», где представлены снимки обычных людей, по-разному переживающих пандемию COVID-19. «Я знала, что наш сын полюбит книгу, и это здорово. У него ненасытный аппетит к книгам, и он постоянно просит, чтобы мы читали ему снова и снова. Я с гордостью могу сказать, мама написала скамейку для тебя». «Потрясающее чувство», – рассказала Меган Маркл в разговоре с продюсером NPR Самантой Балабан. Каждый внимательный читатель может заметить трогательные отсылки, которые мы там спрятали. Это и рисунок моего любимого цветка, и любимого цветка мамы моего мужа Незабудки. В этой книге много милых и особенных для нас деталей, и, конечно, любви. На одной из иллюстраций семья сосекских изображена в саду их калифорнийского особняка. На картинке можно увидеть, как Гарри кормит цыплят с сыном Арчи в компании двух собак. «В прошлом году у многих из нас была возможность побыть наедине с собой и многое осознать в тишине. В такие моменты я смотрела на мужа и сына из окна нашего дома, видела, как заботливо Гарри держит на руках и убаюкивает Арчи. Это ни с чем не сравнимое переживание. Именно в тот момент у меня в голове сложились строки стихотворения. Это настоящая история любви. Речь идет о том, как важно в детском возрасте иметь с кем-то глубокую связь, иметь рядом близких людей, которые поддержать и в хорошие, и в плохие времена, заключила Меган Маркл. Репутация принца Гарри и Меган Маркл была испорчена еще до отстранения от королевских обязанностей. Герцогиню сосекскую критиковали журналисты и писали о ней скандальные статьи в желтой прессе. Жене герцога даже пришлось нанимать пиар-менеджеров, но это не помогло ей спасти свое честное имя. Сотрудники Кенсинфонского дворца, где когда-то жили Меган и Гарри, также публично обрушились на супругов с серьезными обвинениями. В 2018-м Меган уличили в буллинге и травле подчиненных. Жалобу тогда написал бывший секретарь семьи сосекских Джейсон Кнауф. По его словам, герцогиня якобы морально издевалась над служащими и выгнала двух личных помощников. Близкий к принцу Уильяму источник, как передает Daily Mail, подтвердил эту информацию. Меган изображала из себя жертву, но сама при этом занималась травлей. Придворные были подавлены ее хамским отношением. Они считали ее законченной и самовлюбленной социопаткой. Инсайдер отметил, что принц Уильям тогда встал на защиту придворных и выгнал принца Гарри и Меган Маркл из Кенсинфонского дворца во Фрогморхаус за их безнравственное поведение. Уильям подозревал, что Меган изначально была враждебно настроена по отношению королевской системе. Она с самого начала планировала покинуть монархию и вернуться в Америку. Гарри перенял от нее самые плохие качества, он тоже кричал на своих помощников. Кейт всегда опасалась Меган, а Уильям ощущал себя преданным. Он боялся, что Маркл украдет у него младшего брата. Сами сосекские категорически отрицают все подобные обвинения в их ад.